Официальный старт, первый этап предвыборной кампании начался. Теперь кандидаты в депутаты городского совета могут открыто о себе заявить. Для этого нужно предоставить необходимый набор документов и зарегистрироваться в избирательной комиссии. И хотя пока ни один не стал кандидатом в депутаты, баннеры с лицами политиков уже украшают город. Подробнее Олеся Рожкова. Медленно, но верно такие плакаты начинают появляться на улицах Красноярска. Партия одна, вторая, третья и каждая буквально со своим лицом. Обязательно узнаваемым. И хотя до выборов еще несколько месяцев, политологи уже делают свои прогнозы на сентябрь. Есть мнение, что интерес к выборам постепенно падает. И Красноярск не исключение. Избиратели все меньше верят в сколько-нибудь значительные перемены. Есть претензии и к самой дате выборов в городской совет. Единый день голосования, 8 сентября, по мнению многих, мягко говоря, не самый лучший выбор. Сезонный фактор здесь не главный. Хотя, безусловно, он скажется. Потому что кроме того, что это разного рода дачи, картошка и прочие такие вещи, кроме этого, это еще и сезон отпусков, это подготовка и начало учебного года в школе. По предварительным прогнозам, явка на избирательные участки составит не более 20%. Чтобы повысить этот показатель, заинтересованные партии уже прикладывают заметные усилия. Одни делают ставку на образы врачей и учителей, другие – на богатых и бизнесменов. Для партии «Справедливая Россия» возможно важна не профессия, а профессионализм человека. Депутат Госдумы Валерий Зубов не скрывает. Хотел бы возглавить список справедливоросов. Если, конечно, однопартийцы доверят. Я живу в этом городе, я люблю свою вторую родину, Красноярский край. Мне не безразлично, как будет представлена власть в Красноярском горсовете, поэтому роль стороннего наблюдателя для меня точно не проходит. Другими словами, когда политик становится во главе списка, он несет ответственность не только за свою репутацию, но и за всю свою команду. То есть за людей, которым избиратели оказывают доверие. Поэтому стоит заранее подумать, кто будет решать городские проблемы в следующие пять лет.